Здесь в агентстве РИА Новости проходит пресс-конференция, ее проводит начальник государственного административно-технического надзора в Московской области Татьяна Виндушева. Тема пресс-конференции – подготовка к сезону летних каникул детской игровой инфраструктуры Подмосковья. В основном речь шла о детских площадках, причем руководитель госантехнадзора подчеркнула, что контрольные мероприятия ведомства нацелены в первую очередь на улучшение безопасного использования игровых дворовых комплексов для детей. Сотрудники госантехнадзора проанализировали статистику обращений в медучреждения по травматизму на детских площадках за прошлый и половину этого года. Результаты показали, что количество таких обращений существенно снизилось. Количество несчастных случаев на детских площадках у нас сократилось в разы. Не то, что на проценты, а именно в разы. Но это, наверное, самое главное, к чему мы стремились и к чему мы идем и дальше. Происходят у нас еще иногда несчастные случаи. Дети ударяются на детских площадках, но это скорее исключение из правил, чем плохая норма, которая была буквально пять лет назад. И еще. Как правило, эти случаи случаются не потому, что детская площадка была в неудовлетворительном состоянии, хотя такое тоже случается, о чем позже хочу сказать, но в большей частности по недосмотру родителей. На пресс-конференции отмечалось, что за последние два с половиной года в 21 муниципальном образовании на детских площадках не зафиксировано ни одного случая травматизма, а в 40 муниципалитетах отмечается существенное снижение количества обращений в метаучреждения. Татьяна Витушева сообщила, что Госадмтехнадзор продолжает проводить проверки исполнения губернаторской программы, направленной на обновление детских игровых площадок, а также на установку новых, на демонтаж опасных и устаревших игровых элементов. До конца этого года планируется полностью исключить использование качелей на жестких подвесах, заменив их на гибкие. В числе муниципалитетов, отчитавшихся о полном демонтаже этих опасных для детей игровых элементов качелей на жестких подвесах, руководитель Госадмтехнадзора назвала и Щелковский район. Если же мы говорим об общем надзоре не только по безопасности, но и по благоустройству, по содержанию детских площадок, то нужно сказать, что уже осмотрено с начала года 4165, исправлено 876 нарушений, за которые ответственные лица получили штрафы в размере более 9 миллионов рублей. В этом году в 20 муниципалитетах по губернаторской программе будет введено в строй дополнительно 177 детских площадок. Помимо этого, имеющиеся во всех муниципалитетах 15 тысяч из 16,5 тысяч уже оборудованы мягкими покрытиями. Также Татьяна Витушева сообщила, что все детские игровые дворовые комплексы, построенные 5 лет назад и ранее, будут до конца текущего года демонтированы и заменены на новые, а значит, более безопасные. Андрей Циханович, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».